Можно ли назвать атомную энергетику экологичной? Что будет с природой в том месте, где построят атомную электростанцию? Сегодня мы ответим на самые волнующие вопросы последнего столетия. Радиация идет и от Солнца, и от инертных газов, и даже от вашего телефона. А что, если вы живете рядом с атомной электростанцией? Если взять всю радиацию, которую человек получает за год, смотря телевизор, летая на самолете или во время рентгена, то доля атомной энергетики всего 0,1% от этого количества. Любая генерация электроэнергии имеет, конечно, свои плюсы и минусы. Возьмем гидроэнергетику, да, кажется, совершенно чистая энергетика. Но дело в том, что изъятие огромного количества земель, причем земель самых плодородных, пойменных земель. Если мы возьмем тепловую электроэнергетику, даже если она основана на сжигании газа, с учетом современных очистительных систем и так далее, ну, это, во-первых, карбонатный след, это образование отходов, ну, и тоже тепловое воздействие. И вот всего этого в атомной энергетике просто нет. Атомная станция ничего не сжигает. Основное воздействие, то, что оказывает атомная энергетика при условии нормальной и безопасной эксплуатации, это, собственно, тепловой подогрев у тех водоемов, которые используются в качестве охладителей. Для функционирования станции нужно достаточно большое количество опресненной воды. Для ее подготовки берется вода из поверхностных источников, из нее отделяются соли, и раньше, вот до 2007 года, они сбрасывались в поверхностный водный объект. А сейчас построены совершенно уникальные сооружения, называется полигон глубинного захоронения. На глубину 1400 метров закачиваются вот эти солесодержащие истоки. Нам очень важно, что вот содержание солей в водоеме осталось в природных границах. Вокруг атомной станции есть зона наблюдения радиусом в 11 километров. Здесь идет непрерывный контроль радиационной обстановки. Специалисты раз в неделю берут пробу из прилегающей реки. По этой пробе можно определить содержание магния, кальция и других веществ. Добавляем нужный раствор. Если проба поменяет цвет с фиолетового на синий, значит, показатели в пределах нормы. Лаборатории АЭС тестируют не только воду, но и водоросли, почву и даже продукты питания, которые делают местные фермеры. Оказывается, жить по соседству с атомной электростанцией – показатель экологического благополучия. Благодаря современным технологиям, применяемым на атомной станции, водоемы вблизи Калининской АЭС обладают высшей рыбохозяйственной категорией. На побережье водоема, вот буквально на расстоянии двух километров от периметра атомной станции, достаточно большое количество краснокнижников. И если они там находятся, значит, условия там благоприятны. Мы открыто информируем население о нашей производственной деятельности, о том реальном воздействии с точки зрения экологии, которое оказывает наше предприятие на окружающую среду. Для того, чтобы население чувствовало себя в безопасности проживания в регионе Калининской атомной станции. Обычные тепловые электростанции дают большую дозу облучения – до 60 микрозиверт в год. А при работе атомной станции эта цифра не превышает 10 микрозиверт в год. Это как слетать из Москвы в Турцию и обратно. Вы совершенно не чувствуете этого облучения. Если сравнить, начало 90-х и в настоящее время развивалась нормативная база, уже встречались требования к оборудованию, эффективности фильтров инсистем. И, соответственно, проводилась модернизация данного оборудования, что привело к снижению выбросов. В данном помещении обеспечивается контроль выбросов в винтрубу спецкорпуса, второй очереди Калининская АЭС. Слева от меня представлен автоматизированный пробоотбор третий углерода и спектрометр инертных радиоактивных газов. Они предназначены для контроля выбросов в винтрубу. Неужели современное технологическое оборудование, используемое на атомных станциях, может снизить и практически исключить воздействие АЭС на окружающую среду в будущем? При проведении модернизации оборудования мы отдаем предпочтение отечественному производителю. Так, модернизация автоматизированной системы контроля выбросов инертных радиоактивных газов позволила существенно увеличить качество оперативного контроля. Сегодня вы узнали, что современные атомные электростанции госкорпорации «Росатом» — это чистый и безопасный способ производства энергии. А экология атома — это польза людям без вреда природе.